Говорят, граждане, в Америке бани отличные. Туда, например, гражданин придет, скидет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет. Мол, кража или пропажа на верка даже не возьмет. Ну, может, иной беспокойный американец скажет, батюшку. Ну, давай, дескать, присмотри. Только и всего. Побоится этот американец, назад придет. А ему чистое белье подают, стиранное и глаженное. Портянки, небось, милее снега. Почтальники сошитые, залатанные. Жратишка. А у нас в бане тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлый сувод я пошел в баню. Не ехать же, думаю, в Америку. Дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голым человеку куда номерке деть-то? Прямо сказать, некуда. Карманов нету. Кругом живот на ноги. Грех ходить с номерками. К бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтобы не в раз потерять. Вошел в баню. Номерки-то переч по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое ж бытье. Грех один. Ищу шайку. Грежу. Один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит. А третью левой рукой придержит, чтобы не сперли. Подтянул мне треть в шайку. Хотел, между прочим, ее себе взять. А гражданин не выпущает. Да что ж это, говорит. Чужие шайки вороешь. Как ляпну, говорит. Тебе шайка межкласс. Не зарадуешься? Я говорю. Не царский, говорю, режим. Шайками ляпать. Эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю. И другим побыться. Не в театре, говорю. А он задом повернулся и моется. Не стоять же, думаю, над его душой. Топереч, думаю, он нарочно три дня будет мыться. Пошел дальше. Через час гляжу, какой-то дядя задевался и выпустил из рук шайку. Забыл, обдогнулся или замечтался, не знаю. А только ту шайку я взял себе. Теперь и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться, какое же бытье? Грех один. Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то, батюшка светлый, стирка замасильная идет. Один штаны моет, другой под штаник отрет, третий еще что-то кручет. Только, скажем, выбылся, опять грязный. Брызжет дьяволы. И шум такой стоит от стирки. Мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один. Ну, их, думаю, в болото. Дома домоюсь. Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу, все мое, штаны не мои. Граждане, говорю. На моих тут дырка была. А на этих, Эван, где? А батюш говорит. Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит. Хорошо, надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок. Нет номерка. Веревка тут на ноге, а бумажки нет. Смыл из бумажка. Подаю банщику веревку. Не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин. Настряжу от веревок, польт не напасешься. Обожнее, говорит, когда публика разойдется. Уидом какой останется. Я говорю. Братишечка, а вдруг для дрянь останется? Не в театре же, говорю. Уидой, говорю, по приветам. Один, говорю, карман рваны, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится. Все-таки выдал. И веревки не взял. Оделся я. Вышел на улицу. Вдруг вспомнил. Мыло забыл. Вернутся снова. В пальто не впущают. А раздевайтесь, говорят. Я говорю. Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте ей тогда хоть стоимость мыла. Не дают. Не дают. Не надо. Пошел без мыла. Ну, конечно, читатель может полюбопытствовать. Какая, дескать, эта баня? Где она? Адрес. Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенек. Михаил Зощенко. Баня. Читал. Джохангир Абдулаев. 17 апреля 2024 год.